Всем привет! С вами Андрей Санар. Зима внезапно наступила. Еще неделю назад я ходил на лодке по Финскому заливу. И ничто не предвещало беды или наоборот радости для зимних рыбаков. Как ударили морозы. Все водоемы уже стоят. И вот-вот надо ехать на Ладогу за окунем. И для этого самого первого льда, чтобы облегчить себе безопасное перемещение по льду, мы сейчас готовим санки Катана к Ладожскому заезду. Мы сделали ей всяческие доработки, улучшили. И сейчас будем пробовать ее по суше и по льду. Воду мы не найдем. Все ближайшие водоемы встали намертво. В общем, поехали. Шикарный аппарат получился. Давайте сейчас я расскажу о его тактико-технических характеристиках. Состоит из двух баллонов из морозостойкой ткани. Баллоны диаметром 38 см. На Катане установлено два транса. Два одинаковых транса. На задний транец установлен кронштейн для того, чтобы ставить мотор. А передний транец можно использовать как транец для лодочного мотора при летней эксплуатации. Впереди стоит ось для перемещения по земле. Когда идем по льду, ось можно снимать. И тогда Катана идет на полозье. Снизу под баллонами установлены широкие надежные полозья. Сердце Катаны специальный мотопривы. Он сделан по принципу румпельного лодочного мотора. Управление румпельное, что будет привычно водномоторникам. Двигатель мощностью 3,3 лошадиной силы. Это хороший надежный двигатель. Цепная передача вращает колесо диаметром 47 см. Колесо шипованное, поэтому отлично вцепляется в лед. Установлен дисковый тормоз. Но обычно он при перемещении на льду не применяется. Масса всей Катаны в сборе около 45 кг. Это очень немного. В принципе, ее можно даже возить в собранном состоянии в корыте. В обычном рыболовном корыте. Вместе с приводом. Катана может разгоняться до скорости 25-30 км в час. Что для рыболовных нужд более чем достаточно. И при этом надежно везти двух человек. Основное ее преимущество перед мотособаками, это ее положительная плавучесть. Фактически это лодка. Если мы проваливаемся под лед, то лодка под лед не уходит. Остаемся сидеть в лодке. Нам сухо и хорошо. Поскольку Катана имеет специальную изогнутую форму по всей длине, то чтобы вылезти на лед из промойны, нужно просто сместить центр тяжести на нос. То есть пересесть на нос. Тогда колесо вывесится вверх. И можно спокойно перенести колесо на крепкий лед. И продолжить движение. Вот такая замечательная у нас Катана. Это одновременно и лодка, и моторные сани, и даже надувной мопед. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дима Торзок ДимаTorzok 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 Всем пока!